Вдыхай и не кашляй! В России зарегистрировали ингаляционный препарат от коронавируса. У природы нет плохой погоды. Метеоролог Казанского университета рассказал, как одеваться к праздникам. Нашему предположению температурный фон в новогоднюю ночь будет градуса на 3 отличаться от нормы. Выноси из-за стола салаты, а не друзей. Как встретить 2022 год со здравым желудком и трезвой памятью. Всем привет! В эфире универниуса в студии Роман Поленсков. Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский, в прошлом возглавлявший Институт физики Казанского федерального университета. В Институте физики Казанского федерального университета состоялось вручение стипендий имени Руальда и Рената Сагдеевых Российской академии наук. Ее обладателями стали четверокурсница Института физики Мария Доронина и пятикурсник Химического института имени Бутлерова Андрей Соколов. Минздрав России зарегистрировал ингаляционный синтетический препарат для лечения коронавирусной инфекцией. Подробнее в нашем следующем сюжете. Минздрав России зарегистрировал синтетический препарат для лечения новой коронавирусной инфекции МИР-19, разработанный в Институте иммунологии ФМБА России под руководством профессора Мусы Хаитова. МИР-19 – этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат. Название расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», а действие основано на применении микро-РНК, блокирующих копирование молекулы вируса. Этот препарат основан на открытом около 20 лет назад феномене РНК-интерференции и, собственно говоря, представляет из себя стабилизированные короткие молекулы РНК, которые вступают в взаимодействие уже с РНК-вируса, когда находятся внутри клетки, и не дают с этой РНК нормально стабилизироваться, приводят к ее расщеплению. 14 апреля 2021 года было получено официальное разрешение на проведение второй фазы клинических исследований. В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата МИР-19. Точно это лекарство не может быть профилактикой, потому что очень быстро выводится из организма. И одновременно с этим у меня есть серьезные опасения, что у этого препарата также будет достаточно узкое терапевтическое окно. Что касается безопасности, препарат не оказывает влияние на организм человека. Мишенью является именно вирус. В связи с этим не было установлено развитие побочных реакций у пациентов. В готовом виде препарат МИР-19 вводится ингаляционно с использованием медицинских нейбулайзеров. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета стали призерами конкурса научно-практических работ по экологии среди учащихся вузов Татарстана. Победил проект оценки экологического состояния водоемов Республики по организмам зообентоза студента третьего курса Института управления экономики и финансов из Гватемалы. Серьезные морозы установились на территории Татарстана. Температура понизилась до минус 25-30 градусов. Когда же погода примет устойчивое декабрьское настроение и каких сюрпризов ждать жителям Татарстана в новогоднюю ночь узнаешь дальше. До Нового года осталось меньше недели. Кто-то уже определился, как и где провести праздничную ночь. Другие же пока в раздумье. Выбор, к слову, есть. Заведением общепита в Татарстане в новогоднюю ночь разрешили работать до трех часов ночи. В парках и скверах готовят насыщенную новогоднюю программу. Однако последний вариант напрямую зависит от погоды. Не каждый готов встречать 2022 год на морозе. Жители Татарстана уже привыкли к теплу, которое наблюдалось в начале декабря. Действительно, тепло было аномальным. Первая декада оказалась теплее нормы на 3 градуса. Вторая теплее на 2,5 градуса. Внезапное похолодание на нашей территории связано с циклоном, пришедшим с акватории Баренцева моря. В местах, оказавшихся в его тылу, температура воздуха заметно понизилась. Атмосфера не статична, и характер погоды изменится. И изменится он буквально завтра, так как нашу территорию посетит очередной циклон. Циклон придет с северо-запада, а на нас начнут оказывать влияние атмосферные фронты, которые принесут к нам осадки. Ну и это будет ненадолго. Так, этот циклон также сместится на юго-восток, и за ним последует очередное похолодание. Стоит отметить, что эти морозы не являются рекордными. Так, например, в 1995 году температура в эти дни составляла минус 30 градусов. Также были случаи, когда температура была и плюс 4 градуса. Эксперт сказал, что прогнозируемое похолодание в начале следующей недели не повторит тех температурных отметок, которые были на этой неделе. Также он высказал некоторые предположения относительно погоды на Новый год. Нашему предположению температурный фон в новогоднюю ночь будет градуса на 3 отличаться от нормы в сторону отрицательных температур. Таким образом, при норме в минус 10-10,5 градусов среднесуточная температура может составить около минус 13 градусов. Однако январские каникулы все же грозят стать морозными. Метеорологи прогнозируют, что температура будет опускаться до минус 15-30 градусов. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Молодые ученые Казанского федерального университета стали лауреатами премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Третье место занял инженер-проектировщик лаборатории физико-химических исследований Тимур Максумов. Утром 1 января в России стартует традиционный косплей выжившего. Как выбраться из праздничного стола без отравления, аллергии и других радостей жизни? Смотрите в следующем сюжете. Большинство рецептов новогодних блюд звучат примерно так. Возьми картошку, колбасу, жирную рыбу, хлеб и залей это майонезом. Такой рацион трудно назвать здоровым, особенно в сочетании с алкоголем и сладкими напитками. Каких правил можно придерживаться, если такого меню уже не избежать? Нужно помнить, что майонез состоит из яйца, подсолнечного масла и горчицы. Это если брать классический рецепт, в некоторых случаях туда добавляется еще крахмал. И поэтому на какой-то из компонентов может быть реакция. Что касается алкогольных напитков, то опять-таки с точки зрения аллерголога-иммунолога хотела бы отметить, что лицам с аллергической реакцией, допустим, на сорные травы, на пыльцу деревьев я бы не рекомендовала пить настойки, вермуты, коньяк, потому как там имеются те компоненты, которые тоже могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. Опасность для организма может таиться и в, казалось бы, безобидных овощах. Если вы однажды стали жертвой аллергии на пыльцу или пылевого клеща, спровоцировать неприятные последствия могут перекрестные продукты. Если это клещ, домашняя пыль, то у таких пациентов может быть реакция на креветки и на всех видов панцирных. Это на крабов, омаров. Реакция может наблюдаться при употреблении раков. Если у пациента аллергия на пыльцу березы или пыльцу олехи или лещины, то при употреблении таких продуктов, как орехи, яблоки, сельдерей, сырая морковь, некоторые виды пряностей, может наблюдаться аллергическая реакция. Если у пациента аллергическая реакция наблюдается на пыльцу сорных трав, то для него может быть в небезопасном употреблении в пищу семечек, кабачки, баклажаны, томаты и тыква с дыней. Как отмечает врач, во время застолья важно придерживаться меры. Даже если злоупотребить деликатесами, ну очень хочется. А предпочтение следует отдать натуральным продуктам без фабричной обработки. Мясу, белой рыбе, фруктам и овощам. Ариадна Кугушева, Универньюз. Студент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Антоний Свердруб получил стипендию мэра Казани. Инновационный экспресс-метод оценки экологического состояния водоемов важен для мониторинга окружающей среды. Основой лежат современные достижения на стыке многих естественных наук. Проект не имеет географических ограничений. Участие в этом престижном конкурсе – это грандиозное событие для каждого студента. А победа – большая гордость и за себя, и за Казанский университет. На этом все. В студии был Роман Полинсков. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Еще увидимся.